Вот мой друг профессор Полилов, например, говорил, когда у него сильное нервное состояние, он стихи пишет. Он стихи пишет, и тем самым у него происходит раскладывание по полочкам. Вот это хаотическое состояние находит в мозге, видимо, тот дирижер, тот биоритм, с помощью которого все упорядочится, из хаоса порядок. А вот Марина, вот я писал об этом в книжке еще давно-давно, «Ключ к себе» в 90-м году, первая книжка была. Как она ныряла в ключевое состояние, задавая себе, сколько минут она там хочет находиться, ну, например, две минутки, да, и выходила в заданное себе время. И у нее никак не получалось. То через три минуты выйдет, то через полторы минуты выйдет. Но она потом вечером обнаружила у себя, что в любое время дня и ночи, стоит ли задуматься, она уже без часов, точное время может сказать, до минут, до секунд. Вот любая способность, которую ты пытаешься развивать с помощью ключевого состояния, решая ту или иную задачу, которая требуется от этой способности, да, она одновременно открывает эту способность, и ты становишься или паэтом, да, или, значит, можешь чувствовать время, а еще там такие способности, которые вы даже и не знаете. Вот об этом мы и будем делать вебинаре. А еще объявляю конкурс, кто лучшую методику придумал сам по методу ключ, да, в школе обменным опытом, там же у нас есть школа, человек будущего, хомо-футурус. Пишите там, я придумал какой-то прием, мы же занимаемся там развитием творческого и изобретательского мышления и открытием новых способностей. Пишите, и может попадете в книгу новую «От страха к свободе» с вашим именем, а еще я вот дорисую эту картину и в подарок прямо пришлю фотографию, прямо с вашим именем, да. Давайте, друзья, это будет классный вебинар.